Это обновленная Honda CR-V. Автомобиль мне предоставил пресс-парк Honda России. Когда я приехал забирать автомобиль и сел за руль, я сначала подумал, что люди ошиблись и дали мне предыдущую версию. Почему? Если сегодня мы с вами залезем в интернет, характерная особенность обновленной Honda CR-V это отсутствие селектора переключения передач. В нашем случае он есть, но ошибки никакой нет. И это обновленная Honda CR-V. Друзья, всем привет! В этом видеоролике я вам расскажу, кому стоит покупать этот автомобиль, кому не стоит, что он из себя представляет, какие изменения по нему есть. И что, собственно, вообще такое Honda CR-V обновленная в 2020 году. Поехали! Я провел опрос в инстаграме нашего канала, где задал людям вопрос, как вам внешний вид. И выложил автомобиль спереди и сзади. Результаты опроса вы сейчас видите на экране. Друзья, когда мы смотрим на морду этого автомобиля, характерная особенность обновленной версии это решетка радиатора. Она стала черная, она немного изменилась. Плюс ко всему, вот эта подводка по нижней губе. Вот посмотрите сами на внешний вид автомобиля. Я не буду высказывать вам свое мнение, но напишите вы его в комментарии, как вам тачка для 2020 года. Внешний вид, он очень спорный. Например, мой друг, он говорит, ну как-то она странно выглядит. При этом ему понравился интерьер автомобиля. Жена моя говорит наоборот, то что по интерьеру не то, а внешне вроде бы симпатично. Еще одним из обновлений является новый рисунок колесных дисков. В нашем случае колеса 18 и машина в топовой комплектации. Ставить сюда 19 и уж тем более 20 колеса не нужно абсолютно. Потому что Honda CR-V можно смело выдвигать в номинацию один из лучших семейных автомобилей. Два года назад Honda CR-V мне предоставляли на один месяц, за который я проехал около 5000 километров. Сегодня 22 марта 2018 года. Сегодня речь пойдет про новую Honda CR-V 2017 года выпуска. Базовая цена которого в России стартует с отметки 1 миллион 860 тысяч рублей. И многие сейчас скажут 1 миллион 860 тысяч за базовую версию. Да, но она идет уже сразу с полным приводом. Это комплектация и собирается она не в России. Автомобили собираются в США. Вот это обновленная версия. Здесь изменения коснулись фейслифтинга. Изменения по передней части, по задней части. Я вам их всех детально покажу. Ходовая часть, моторы, силовые установки, все осталось то же самое. Но у этой тачки есть свои фишки, которые радуют и по сей день. Два года назад у меня ребенка не было, но уже тогда я прочувствовал в чем кайф фишки, когда дверь у вас открывается на 90 градусов. Когда я об этом читал, думал, ну 90 градусов и 90 градусов, что такого? Это характерная особенность для всего модельного ряда Honda. Но, ребята, вот просто посмотрите. Стоит детская люлька. Подходишь к ней, очень удобно. Это словами не передать. Это нужно самому попробовать. Я раньше возил, допустим, продукты не в багажнике, а сзади. Сумку поставил, с продуктами достал. Расстояние вот по заднему дивану и присесть сзади, здесь действительно места достаточно. Вчера мы передвигались по делишкам. Я оставался в машине с ребенком. Ты садишься сюда, ну вы посмотрите, вот серьезно. Места достаточно. Специально кресло вперед я не двигал. Что мое, что пассажирское настроено под нас. Сидишь с ребенком, место полно. Угол наклона спинки здесь не регулируется, но он, в принципе, на нормальном уровне. Конечно, хотелось бы еще чуть-чуть откинуться назад, если отправляешься на дальнее путешествие. Но вот я так свою девочку вчера беру, сижу по окошкам и смотрю. Места достаточно. В этом плане, вот я в этом тесте много раз говорил слово семейный автомобиль. Ну потому что вот для семьи, вот с точки зрения комфорта, он действительно на высоком уровне. По фишкам сзади, ничем не удивить, подстаканник в подлокотнике, два USB выхода, дополнительные дефлекторы для обдува, подогрев сидений, электростеклоподъемник, ну и различные ниши. Вот в чем минус сразу, да, не отходя от кассы. Вот казалось бы, японцы, надежная машина, до надежности мы дойдем. Вот когда я присаживаюсь на него после BMW, после любого другого немецкого автомобиля, очень неприятно, когда открываешь дверь, они хлипкие. Вот, то есть, понимаете, вот такие фишки есть, вот тактильное ощущение, ты подходишь, открываешь, а дверь легенькая, машина комфортная. Но вот такие доработки бы сделать, да, для того, чтобы ты взял все за ручку и ты понимаешь, что это тяжелая дверь, ну это приятно. Это, конечно же, будет лучше для шумоизоляции. Но вот в этом характерное отличие вот японцев, корейцев, китайцев от автомобилей немецкого уровня. На данный момент 11 ноября. И сегодня на этом автомобиле я проехал 400 километров по трассе и 50 километров по городу. И что я вам хочу сказать. Передвигаюсь по М4 со скоростью сейчас примерно 125 километров в час. Разгонялся больше для того, чтобы прочувствовать автомобиль. Ехать, с одной стороны, комфортно, но очень шумно. Вот стоит разогнаться чуть свыше 140, несмотря на то, что сегодня нет вообще бокового ветра, аэродинамика дает о себе знать. В машине много гула. Я передвигался в Москву сегодня с мамой. Мы ехали, разговаривали, на скорости 130-140 километров в час приходится повышать голос. Потому что друг друга, вот мы сидим рядом, хуже слышно. То есть в этом плане, конечно, дискомфорт. Силовая установка. Под капотом нас все так же встречает два мотора. Объемом 2 литра и, как в нашем случае, 2,4. Ребята, вот это заслуживает отдельного комментария. С одной стороны вы скажете, да ну нафиг, два мотора. Вот этот мотор ставится с 2003 года. Вы вдумайтесь. Да, есть некие изменения, но сам факт того, что это действительно очень старый мотор, про который можно сказать. Смотрите, старый динозавр, но проверенный временем и надежный. Если вы посмотрите отзывы, ресурс этого мотора это 300+. При должном обслуживании, грамотном обслуживании, хорошем, на весь пробег 500 тысяч люди проезжают. Я когда еще снимал в 2018 году, ссылки на все ролики я оставлю в описании, еще тогда я говорил, звонил знакомому, у кого есть магазин автозапчастей. На Хонду ровным счетом никогда ничего в наличии нет, потому что никто ничего не покупает, кроме масел. Дорогу машина держит хорошо. Вот на удивление, до 160, до 170, когда ты выходишь на обгон, вообще никакого напряга нет. Свыше, опять же, аэродинамика дает о себе знать, машина разгоняется больше. На ней я на предыдущий разгонялся 200 в целях эксперимента на прямом закрытом участке дороги. Машина дорогу держит хорошо. Но вот крейсерская скорость этого автомобиля как раз-таки разрешенный диапазон 110-140. В этом диапазоне вы будете ехать и получать удовольствие. Вот именно семейная тачка. Я сел, настроил под себя сидение, выставил комфортную температуру, включил музыку и еду, не напрягаюсь. Машина не агрессивная, она никого никак не напрягает. Ты едешь спокойно, никто тебе не моргает, никто тебя не подрезает. Из всех конкурентов, если сравнивать Мазду, Тойоту, Кия, вот именно этот автомобиль я бы наградил званием семейный автомобиль года. Атмосферный мотор, 186 сил, 244 крутящего момента, работает в паре с вариатором. Разгон до первой сотни, заявлено 10,3 секунды. И вот слово вариатор многих всегда приводит к слову, фу, блин, да зачем это нужно, вариатор это ненадежно. Друзья, у Хонды свой вариатор, они прямо делают акцент на то, что в нем нет никаких трущих элементов. Смотрите, когда я забирал автомобиль, у них стоит коробка в разрезе. Вот в идеале, конечно, приехать к ним, договориться на возможность съемки и показать, как устроен их вариатор, чем он лучше других, почему он считается надежным. Потому что они отмечают, что у нас вариатор совмещает в себе комфорт и низкий расход топлива, ну, что характерно для вариаторов, при этом надежность автоматической коробки передач. Но, друзья, невозможно спорить с тем, что вариатор это не совсем комфортная коробка, когда вы нажимаете педаль газа в пол. Вот смотрите, а точнее слушайте, 100 км в час нам нужно разогнаться, нам нужно обогнать. Нажимаю педаль в пол. Обороты доходят до 7000 и просто стоит ор, дикий ор в автомобиле. Вот это, конечно, самый настоящий минус в коробке вариатор. У нас стоит зимняя нешипованная резина, все стекла, естественно, закрыты. Мы не летим, мы вот 140 вышли на обгон. Но, блин, ребята, шум очень сильный, прямо отовсюду, прямо именно чувствуется шум ветра. Поэтому на машине хочется сбросить скорость, занять правую полосу и наслаждаться видами. Напишите обязательно в комментарии ваше мнение, что лучше, старый мотор, но надежный, или же новый мотор, современный, у которого будет чуть ниже расход топлива, но неизвестно, что с ним будет через 3-5 лет. Вы вспомните, когда мы снимали там китайцев, говорим, вот новый мотор, там их только начали ставить. Многие пишут, а что с ним будет через 3 года, что с ним будет через 200 тысяч километров. Здесь же мотор, как говорится, проверен годами, проверен временем. Мы едем те же самые 90 километров в час и нам нужно ускориться. Я чуть притапливаю педаль газа в пол, поднимаю до 4000. Да, мы не летим, но нету никакого шума. И обратите внимание, мы спокойно, уверенно разгоняемся. Соответственно, если при грамотном подходе, когда ты заранее вышел на обгон и совершаешь его, как вот в нашем случае, 3 полосы в одну сторону, 3 полосы в другую сторону через разделитель, никакого дискомфорта не будет. Средний расход топлива здесь порядка 9-10 литров. Он может быть, естественно, больше, все зависит от вашего стиля езды. Но гонять на этой тачке неохота. При этом, отмечу, что на самом деле, с точки зрения набора скорости в пределах разумного машину, вялой назвать нельзя. Ну, серьезно, друзья, я сколько передвигался по городу, по трассе, когда нужно разогнаться, ты разгоняешься. Один минус, как я вам показал, это то, что педаль газа в пол, соответственно, мотор орет. В остальном, Honda Servi, это тот автомобиль, где в подкапотном пространстве каких-то болячек и проблем ждать не приходится. Да, возможно, какой-то заводской брак будет. 5% присутствует везде, но в целом, это реально надежные машины, за что, собственно, их и любят. Но, вот вы посмотрите, да, мы с вами плавненько переходим к цене. Палка. Далее, отмечают все абсолютно, что нету никакой ни тепла, шума, виброизоляции. Дальше. Друзья, а сейчас мы с вами переходим к самому главному, к самому главному минусу этого автомобиля, это его цена. Я вам напомню, я пересмотрел свои же тест-драйвы в 2018 году, топовая версия у нас была на тесте, по сути, точно такая же. И тогда она стоила 2 миллиона 200 тысяч рублей. Вы вдумайтесь, два года назад 2 миллиона 200 тысяч рублей. Вот все, что вы сегодня видите, по сути, это то же самое. А сегодня эта машина стоит 2 миллиона 970, короче, 3 миллиона рублей. Ребята, вот так вот цены растут, по сути, вы получаете то же самое. Легкие обновления есть, но чего-то прям кардинально нового, большого набора новых фишек нету. Скачок курса, пожалуйста. А сегодня за 2 миллиона 300 тысяч рублей вы купите базовую версию с двухлитровым мотором. Это, естественно, огромный минус, об этом даже сама компания Honda говорит. Но, опять же, они сводятся к тому, что все автомобили импортные, они все привозные. Сборку этого автомобиля США. Кстати, в США Хонду, вы посмотрите сами различные ролики, видеоблоги людей, Хонда практически в каждом дворе. Как Аккорды, Цивики, Серви, Пилоты. Машина действительно там очень популярна. Как и на любом паркетнике, к обзорности здесь вопросов нет вообще. Особо нравится эта фишка, что можно включить на скорости камеру. Вот это, ребята, конечно, через мою GoPro сейчас не передать. Но, когда ты едешь в светлое время суток, детализация очень хорошая. Да и в вечернее время суток, опять же, напомню, что камера грамотно спрятана. Таким образом, даже в грязную погоду, когда весь ваш автомобиль будет грязный, камера дает хорошую картинку. Присаживаемся с вами за руль. Вот, когда я сел сюда, я сначала думаю, а где обновление-то? Друзья, честное слово, поначалу вообще ничего не заметил. Ну и на самом деле, они кроются просто в деталях. Самая значимая и броская деталь обновления в этом автомобиле, это появилась здесь дополнительно беспроводная зарядка. Опять же, она появилась в более продвинутых версиях. В базовых комплектациях у вас не будет. Делают отдельный акцент на то, что сделали раздельные USB, и они как бы сделаны более удобно. Немного как бы переработана здесь архитектура с точки зрения кнопок. Но в целом, парни, я смотрю сюда и понимаю, что плюс-минус все то же самое. Вот деталь просто, обратите внимание. Вот эти части раньше были сенсорные, то есть здесь были такие ребристые поверхности. Я прямо это запомнил. Я когда сел, все пальцем гладил, 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 думаю, почему звук не убавляется, не прибавляется. Убрали. Видимо, не понравилось людям. Не знаю, на мой взгляд, это было очень даже удобно. А в целом, архитектура салона, она на любителя. Понятное дело, я с вами спорить не буду, то что здесь уже хочется в обновленной версии видеть полноценный большой дисплей. Раз. Вот этот пластик местами, ну просто на самом деле удивляет с точки зрения того, что странно, что японцы его не дорабатывают, никак не переделывают. Та же самая мультимедиа. Хочется задать вопрос, просто была бы возможность пообщаться с дизайнерами, архитекторами этих автомобилей. Просто задать вопрос, почему вы не рисуете что-то новое, свежее? Нафига вот это надо старое? Ну действительно старое. Задняя скорость. Включаем камеру. У нее есть три режима. Тоже приятно, что можно выбрать разные углы наклона. Вот это, например, когда будете к бордюру подъезжать парковаться. То есть в этом плане свои фишки есть, но они были и два года назад. Соответственно, каких-то новых фишек здесь нет. Как я уже сказал неоднократно, тачка семейная. Это вот все в деталях чувствуется. Ты когда садишься, друзья, здесь действительно есть простор. Вот опять же, я ростом 1,86 м, как правило, я всегда откидываюсь назад. У нас переднее кресло назад откинуто. Если чуть вперед это все подвинуть, сзади просто будет место вагон. Вы посмотрите здесь, где тоннель у нас, сколько здесь места. Здесь различные всякие ниши, подлокотники. Все это двигается, убирается. В этом плане, вот вы скажете, да это в любой машине есть. Да, но здесь как-то в мелочах, в деталях ты садишься, здесь чувствуется простор. Машина мне 30 лет. Для меня она унылая, она староватая. То есть в ней нет какой-то такой изюминки. Вот сколько я на ней не поездил, я понимаю одно, что с точки зрения комфорта, вот перевозить семью здесь есть все то, что нужно. Вот на самом деле, те, кто их покупают, я пару раз покупал такую тачку, к слову о скидках. На Хонду скидок нет вообще. То есть вот как розничная цена есть, так как и продавали. Как сейчас не могу сказать, но сам факт того, что люди, кто их брали, спрашиваешь, на сколько берешь. Минимум 5 лет, минимум. А так в основном 7-10 лет. У кого-то рождаются дети, берут семью. Для того, чтобы ближайшие 5-10 лет вопрос с машиной закрыть вообще. Повседневная эксплуатация. Я покатался по городу, я покатался по трассе. Как я уже сказал, на предыдущей я проехал около 5000 километров. Я вам могу сказать одно. Вот тачка, комфорт. Вот именно слово комфорт, по-другому здесь ничего не скажешь. Когда ты сидишь, обзорность отличная. Все на своем месте. К машине я очень быстро привык. Эргономика максимально простая, максимально понятная. Теплая машина. Что еще сказать, друзья? Ты садишься в нее и получаешь удовольствие. Соответственно, если не гонять, вот смотрите, мы по городу. Вот покажи, пожалуйста. 20, 30, 40, 50 километров. Разгоняемся спокойно, никакого рева нет. Рев будет как только педаль в пол. Но это нужно, это не нужно. То есть, с точки зрения, как паркетник для города, он вас вот этим ревом вариатора напрягать никогда не будет. При этом, бесступенчатая коробка, когда вы передвигаетесь по городу в пробках, никаких пинков, толчков нет. Вы спокойно разгоняетесь, спокойно тормозите. Это действительно плюс и комфорт. В автомобиле есть Apple CarPlay. Я им не пользуюсь, в силу того, что там, где мы передвигаемся, я дорогу знаю. Но вот подключить его, навигация та же самая. Все понятно, все предельно ясно. Напомню, подвеска здесь, спереди, независимая амортизационная стойка типа Макферса. Задняя, независимая, многорычажная. Одна из фишек нововведения, это когда вы включаете заднюю передачу, левое и правое зеркало у вас может наклоняться, для того, чтобы вам было удобнее парковаться. Появилась такая фишка, как система контроля усталости водителя. Автомобиль у нас идет с системой полного привода. Полный привод здесь подключаемый. Кстати, можно вывести отдельно на приборную панель работу полного привода. И вы будете видеть, когда, в какой момент, какие колеса подключаются. Друзья, смотрите. Компания Honda отмечает, что зарубежные издания делали совместно с российскими изданиями тест этого автомобиля на бездорожье. И он проходил там так называемый роликовый тест, где себя не очень хорошо зарекомендовал. Но роликовый тест, друзья, чтобы вы понимали, это к реалиям не приближено вообще никак. В повседневной жизни все те, кто владеют этим автомобилем, съезжать куда-то на бездорожье. Вот настоящее бездорожье. Не просто какая-то проселочная дорога до дачи, через снег рыхлый проехать. А там, где вот, знаете, да, есть люди, кто покупают тачки, поднимают их. И вот на выходных они выезжают, машины вот так вот по грязи, в болотах, они там бру-бру-бру. Кто на этой машине поедет в такое место? На этой машине ты сел всей семьей, из двора выехал в зимнюю погоду, на дачку доехал, куда-то заехал, там рыхлый снег, там 20-30 сантиметров проехал. Все. Больше ничего от него ждать не нужно. Как, собственно, от 80% современных паркетников. Изменения по задней части, фонари, они стали притонированы, говорят, что-то немножко изменили дизайн. В общем, как бы изменения почувствуют настоящие владельцы, кто катался на предыдущей версии. Ну и также вот эта вот характерная накладочка, это является изменением. Фишка этого автомобиля в том, что здесь есть бесключевой доступ, ну и возможность открыть багажник с кнопкой. Не с кнопочки, а так вот ножкой провести. Отмечу, что реально понравилось, что очень тихо он работает. Иной раз открываешь багажник, и он прям громко, здесь тишина. Объем багажника, если верить заявлениям, порядка вот в таком состоянии 522 литра. В сложном состоянии, естественно, это будет гораздо больше. В сложном состоянии, что круто, то, что здесь получается у вас ровный плов. Пол у нас двойной, можно сделать его повыше, это удобно. Вот недавно мы покатались на Кадиллак и сказали, здоровая тачка. Блин, но с багажником куда-то подлезть, он высокий, неудобный. Здесь же, смотри, допустим, машина грязная. Ты подошел, все достал, до всего долез, все классно. Но больше каких-то дополнительных фишек от Хонды нету. Ну, соответственно, как в багах бывает, там какие-то сеточки, фонарики. Здесь все максимально просто, понятно. Итак, друзья, какие выводы стоит сделать по этому автомобилю? Кому вообще стоит обратить внимание для покупки? Для всех тех, кому надоел вот эта постоянная гонка обновлений. Да, этот автомобиль технологически уже старый, но он надежный. Соответственно, если вам нужна тачка лет так на 10, купил и забыл, вот это ваш вариант. Моторы все проверенные временем, коробка проверенная временем, подвеска, ходовая часть, система полного привода. По опциональности все самое необходимое для вас в этом автомобиле будет. Но цена. 2.300 базовая версия, 2.970 топовая версия, средняя комплектация 2 миллиона 600 тысяч рублей. Полностью светодиодная оптика, противотуманки светодиодная, это уже как само собой разумеется. Приглашаю всех вас в комментарии. Вот такая она обновленная Honda CR-V. У меня сегодня все, ваше время больше не трачу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч всем. Пока-пока.